И святая Духа. Аминь. Аминь. Святитель Иоанн Златовух на слове о новокрещении новокрещаемом говорит увещевает нас соблюдать целомудрие. Прекрасное дело превозносить похвалами целомудрия, но еще прекраснее обладать им. Подлинно немало побуждений к целомудрию получают те, которые о нем много говорят и слышат. Потому и благоугодно было Богу прославить добродетели святых в священных писаниях, чтобы все люди стремились подражать им и усердно следуя поступам их с убеждением соблюдали целомудрие. Ибо если при гимнастических упражнениях многие увидев увенчанных борцов и воспламенившись, сами выступали и переносили много усилий и трудов, чтобы им увенчаться ветвями оливы или лавра, то какую мы должны иметь готовность к перенесению подвига в целомудрие, когда видим других увенчанными от Бога, дабы и нам получить небесные венцы за добрые и спасительные действия. И не прискорбно ли было бы и достойно великого гнева, если бы тогда, как ротоборцев привлекает лист лавра или оливы, и слава настоящей мимолетной жизни, нас и дары Христовы нисколько не располагали к тому, чтобы отвергать всякое удовольствие и предпочитать похотям страх Божий. Между тем, не только на людях мы видим подражание подобным себе, но и на животных. Так и голуби часто, увидев одного улетающим, то сейчас все следуют за ним. И бодрый же ребенок, запрыгав стадик о ней, увлекаясь за собой все стадо. И у нас, как в стаде Христовом есть прекрасный молодой конь, целомудреннейший Иосиф, призывающий своими небесными восторгами к подражанию ему и нас, подобных ему рабов. Будем же ликовать вместе с этим прекрасным юношей духовным ликованием, прославляя его целомудрие, не словами только, но и подражая делами. Он был поистине, был ревностным хранителем целомудрия, тогда как мог бы управлять самою царицей и вести богатую и сладострастную жизнь в удовольствиях и роскоши. Но он, имея возможность быть господином столь многих и великих благ, помышлял, что богатство и власть, и слава проходят с настоящей жизнью и составляют только временное приобретение. И что одна только добродетель не имеет конца, и потому удерживал пожелания, как бы какое-нибудь уздою, страхом Божьим. А богатство, удовольствие и обещания госпожи призрел, считая страдания в темнице приятнейшим великолепных жилищ. Хотя тем, которые отвечаются красотою, бывает трудно преодолеть похоть. Он же показал такой пример целомудрия, что красотой души затмил красоту тела, уподобившись по телесной красоте некоторой прекрасной звезде, а по душевной доблести ангелам. Впрочем, мы должны удивляться не только целомудрию этого юноши, но и тому, какие опасности он претерпел за это, считая угождение похотем тяжелее и страшнее смерти. Подлинно будет удивляться тот, кто тщательно вникает в его добродетели, обратить внимание на время, в которое он сохранил душу свою чистую, ибо сохранил свободу ума, прежде нежели явился на земле Господь и Создатель Вселенной. Он воспитывался в доме нечестивых, был окружен множеством советников в худых делах, не имел учителя целомудрия, все служило похоти, угождало чреву, не делали ничего благочестивого, ничего святого, и однако он, находясь в толпе таких и столь многих нечестивцев, видя лежащую невоздержанную госпожу, не сделался предателем небесных сокровищ, но сохранил храм духа неприкосновенным, пожелав лучше умереть, нежели служить похотям. Он не слышал слов апостола, тела ваши, суть члены Христовы, 1 Коринфянам 6 глава 15 стих, и прежде нежели услышал божественный голос, оказался не меньшим тех, которые почтены небесными дарованиями, научая нас, как нам должно подвязаться в целомудрии и соблюдать душу свою неповрежденную. Если я, может сказать Иосиф, который жил прежде Рождества Христова и не слышал верховного апостола Павла, взывающего, что тела ваши, суть члены Христовы, был убежден, что рабам Божьим надлежит преодолевать похоть и не оказался нарушителем целомудрия, хотя видел много угрожавших опасностей, то не гораздо ли более вам надлежит со страхом и трепетом вести жизнь целомудренную, чтобы не оказаться недостойными чести и чтобы члены Христовы не сделались членами блудницы. Эти слова могут во всякой душе утвердить целомудрие, эти слова обуздывают пламенные пожелания. Не так легко дождь, падающий на огонь, погашает пламень, как эта речь, внедрившись в душу, и истребляет порочной похоти. Те же слова может сказать нам и великий Иов, который не только был ревностным, блюстителем целомудрия, но и положил завет с глазами своими, чтобы они не смотрели на лицо девицы, дабы красота, ослепляя ум его, как-нибудь не увлекла его. Иова 31 глава 1 стих. Хотя кто не удивился бы и не изумился бы, видя, что этот муж, который сильно боролся с самим дьяволом и побеждал все козни лукавого, избегал лица девицы и не допускал глазам своим смотреть на красивую отраковицу. Увидев приближающегося дьявола, он не убегал, но оставался как лев, надеющийся на свои силы. А увидев девицу, он не останавливался и не медлил в созерцании красоты, но тот час удалялся, ибо он знал, что в борьбе против бесов нужен мужественный и смелый дух. А в соблюдении целомудрия победа приобретается не общением с девицами, но удалением от них. Итак, кто дает обет детства, тот пусть примет советы целомудреннейшего из всех людей, который также, прежде воплощения Христова, был столь ревностным врустителем. Целомудрия. Не должно выслушивать без внимания то, что прежде воплощение Христовое явились праведники, показавшие такой пример целомудрия, ибо еще не было того, что с такой силой побуждало бы к соблюдению этой добродетели, и девицам не ставилось вину не тщательное хранение целомудрия. Почему? Потому что для того и принял наш образ Всевышний Бог, Создатель Вселенной, чтобы низвести к нам с неба ангельскую святость. Посему, если люди после такой чести предаются страстям, то невозможно выразить великость и безумие, по которому члены Христовы делают с членами блудницы, а оскорбляют милость Господа, и столько зависит от них, делают ее тщетною. Бесы слушают и трепещут, потому что Богу не угодно, чтобы они входили в общение с Ним, а нас Он принимает в общение с Собою, и после этого некоторые из верующих дерзают отделяться от Христа и соединяться с блудницами. Не столь велико зло упасть с неба в грязь, сколь велико зло сделавшемуся членам Христовым отвергать эту божественную честь и делаться членами блудницы. Итак, когда порочное пожелание воспламеняет твою душу, тотчас вспомни о Христе, представь, что пред тобой и стоит Павел, взывающий и говорящий, разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? 1 Коринфянам 6 глава 15 стих. Если ты вспомнишь эти слова, тотчас увидишь, как похоть обратиться к бегству. Ибо если целомудренные и стыдливые госпожа одним взглядом на служанок, преданных невоздержанию, делают их стыдливыми, то удивительно ли, что воспламенение о Христе тотчас увещевает возбуждающаяся похоть, постоянно имея пред глазами своими лучезарный крест, и ты останешься чистым от грехов в это время. Ибо как столб облачный образ нашего креста ограждал народ еврейский, чтобы ему не претерпеть какого-нибудь зла от египтян, так крест, зримый пред глазами, тотчас отгоняет всякое порочное пожелание. Он есть спасение для души и целительное врачество против нечистых пожеланий. Болезни телесные исцеляют искусство врачей, а больную душу скоро исцеляют изречения Христовы. Посему и тех, которые согрешили, еще служат похотям плоти. Мы просим, умоляем, исправиться и образумиться, чтобы им не быть совершенно побежденными от срастей, чтобы не быть увлеченными их стремлениями и добровольно не подвергаться тяжкому рабству, но чтобы они вступали в борьбу, укрепляли ум своим, свой страхом Христовым и изгоняли жестокую госпожу из ее убежища, дабы, истребив всякую нечистоту и сонмище грехов, мы могли со святою и неповрежденной душою нашей приступить к божественным и страшным тайнам великого Бога и Спасителя Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. 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 Аминь.